Я все могу сама, естественно. Но тогда мужчине в отношениях нет места. Нужно за все схватиться и нужно, в конце концов, устать больше всех. А потом еще предъявить домашним. И предъявить. То есть манипуляция чувством вины. Она не дает детям взрослеть. Она им косвенно портит жизнь. А жизнь своя, она получается вот как пустой тазик. Люди сами справятся, у них есть мозг. Если бы у мужчин было столько же тестостерона, хрен бы нам кто-то дал эти права. Ты не хочешь звенеть яйцами так, чтобы разбегались все вокруг. Мужчина не способен на вот эти оттенки. У него тестостерон и кортизол. Один смайлик на весь день. И они хотят женщину. Мужчина не хочет мужчину на своей территории. Женщины-жертвы, которые согласны на любые условия внутри брака. Там папа слова не давал ни маме, ни детям. И вот она представляет этот ужас. Мама скажет, соседи скажут, подруги скажут. Я хорошая. Это дешевый способ быть ценной. Всем привет, дорогие мои. Меня зовут Ольга Чебыкина. И вы на канале «Женщины». Огромное спасибо за то, что нас смотрите. Большое удовольствие видеть вашу теплую реакцию, включенную реакцию, большие комментарии. У нас практически с вами нет каких-то номинальных, таких, знаете, высказываний. Отписок в одно-два слова. Вы всегда участвуете, делитесь. Это очень ценно для всей нашей команды. И очень ценно, конечно же, для экспертов. Потому что большинство из тех, кто появляется на канале «Женщины», комментарии читают. Очень часто мы проводим розыгрыши среди тех, кто написал свои сообщения. И сегодняшний выпуск не станет исключением. Для тех, кто заинтересован, будут грандиозные подарки от нашего нового эксперта. Тема психологии, кажется, на канале не закончится никогда. Как, в принципе, наверное, она и не закончится в нашей жизни. Правда же? Не закончится. Психология с нами навсегда. Она только началась. Да, я рада вам представить. Марина Велес, психолога. Мне очень нравится твое позиционирование. Психолог для... Взрослых и богатых. Богатых и взрослых, взрослых и богатых. И вот давайте сразу себя протестируем. Подходит ли нам Марина? Относим ли мы себя к этой категории? Большинство из тех, кто оказывается в этой студии, учатся всю жизнь. И перечислить там все дипломы, повышение квалификации, ну, просто невозможно. Поэтому в описании вся подробная информация. Но важно сказать, что ты преподаватель психологии с профессиональной переподготовкой по специальности клиническая психология с основами психотерапии. Это очень глубоко. Это позиционирование. Я ждала нашей встречи личной. Чтобы тебя спросить, когда оно появилось и с чем связано? Это случилось буквально полтора года назад, когда я повысила цену на свою личную консультацию. Я начинала с бесплатных в качестве практики. Потом это стоило примерно 50 долларов, потом 100. И сегодня моя консультация стоит 115 тысяч рублей, полтора часа по скайпу. Уже однозначно это не для среднего даже уровня. Такие цены. Я пошла в это осознанно, потому что я хочу, чтобы не только людям было полезно и интересно, но и мне самой, чтобы было интересно. Я очень сильно выросла, мои клиенты растут. Мне уже интереснее общаться с теми, кто смог и хочет больше, с теми, у кого уже всё хорошо и хочется ещё лучше. То есть не очень интересно работать с такими, знаешь, там базовыми запросами. Например, что бы я сказала? Меня удивляют взрослые люди, взрослые по паспорту, которые, например, не сепарированы от родителей. Ну, то есть вот тебе 40 лет, а ты там звонишь советоваться или согласовывать какие-то странные вопросы. Я люблю этот пример приводить. Как мои родители узнают, что я купила новую машину? Там встречаемся, я подъехал, подъездом говорят, ой, у тебя что, машина новая? Ну, в смысле, это же нормально. Например, сепарация от родителей. Тебе неинтересно уже с такими запросами? Потому что это же должно было случиться там 18-20 лет. Лично уже неинтересно. Для этого существуют мои программы. Человек покупает и самостоятельно отрабатывает, потому что это понятные, простые механизмы. Здесь главное делать регулярно, постоянно, ежедневно. Труд – кропотливый подвиг. То есть там всё понятно. Там нет никакой высшей математики космических расчётов. Да, что касается сепарации, я уже не хочу работать с запросами. Марина, что делать? Я хочу открыть свой бизнес, но я позвонила маме, и она сказала мне, что у меня ничего не паломочится. Да, если русские на меня так давят. Да, или скажите, пожалуйста, ну как проработать страх? Да никак. Страх – это наши базовые эмоции. Иди вместе со страхом делай. Просто успешный человек руководствуется целями, пока ещё маленький, пока ещё не настолько успешный, а он руководствуется страхами. Мне страшно, и значит, это знак, что я должна сесть, замереть и ждать, пока он пройдёт. Он не пройдёт. Ты просто к нему привыкаешь. Есть такое крутое высказывание. Смел не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но делает. Ну да, мне страшно, мне опасливо. Может не получиться. Но если я не попробую, я никогда не узнаю, а вдруг получится? У нас на канале не принято обсуждать. Есть рубрика, там бизнес девчонки такие представлены, кто в косметологии, кто в фэшн-индустрии. Все сидели и боялись. Просто делали, делали, ошибались, возвращались к этому. Ты такая жёсткая, отсекаешь конкретно. Мне очень импонирует эта позиция, потому что вот мягкие, обволакивающие, наверное, форматы уже тоже не для меня, потому что я хочу экономить и своё, и твоё время, и время зрителей чётко, конкретно. Ну тогда завершающий вопрос вот этого блока, а какие потребности вот взрослые тебе интересны? Детализировать, с какими интересными запросами, может быть, в последнее время к тебе приходили, ты прям кайфанула в этой работе? Сложные кейсы очень люблю. Один из последних, это, как мы знаем, на нашу страну были наложены санкции, и бизнесы очень многие приостановили в связи с этим. Как же обоиться санкций? Как же сделать так, чтобы у меня всё-таки купили, потому что санкции наложены, и никто не продаёт? Здесь главную роль сыграли связи, то есть ресурс связи, личные симпатии. А как сделать так, чтобы кто-то где-то пошёл на уступки? Мы взяли и обошли. Несмотря на то, что несколько месяцев бились, думали, разговаривали, переговаривали, ну в общем, в итоге всё получилось. Нашли решение. Да. Но это получается же, видишь, ты же не можешь на государственном уровне что-то повлиять. Ты работаешь в любом случае с мышлением, с психологией, с уверенностью самого человека, раскрывая для него возможности посмотреть иначе на эту ситуацию. И его возможности. Да, что он может посмотреть под другим углом. Даже на государственном уровне, даже в крупных компаниях, всё равно решения принимают люди. Конкретные люди. Люди принимают решения. Это был просто полёт. Это была такая победа, это была многомиллиардная сделка, и я кайфовала, как будто я сама продавала. Боже, когда написала, Марина, продаём, всё. Вот такого плана кейса. Или, например, девушка хочет вырастить компанию, уперлась, что называется, есть такое выражение, в потолок, когда мы ощущаем, как будто вот вроде-вроде хочу, но что-то меня держит, останавливает. На каждом следующем уровне те же самые какие-то ограничения, которые возникают в голове заново, страхи нового уровня. Вот то же самое, что вот вы не можете начать бизнес, боитесь выйти из декрета, допустим, или превратить хобби в доход, или в найме сменить свою позицию, или вообще начать работать, когда не работали. Вот то же самое на каждом новом этапе бизнес-воз будет происходить. Раньше сам себе сама, а теперь нужны инвесторы для такого масштаба, нужны партнёры, как правильно разговаривать, потому что женщина, потому что маленькая, потому что блондинка, потому что стереотипы. И опять всё получилось. Хочу сложных кейсов, мне интересно, я тоже вместе с ними расту и развиваюсь. Великолепно. Но можно ли объединить всё равно этот запрос глобальный, потому что, мне кажется, движимы мы одними и теми же вещами, что, грубо говоря, и успешные, богатые, взрослые, и те, кто ещё только движется к этому состоянию, всё равно, чего мы хотим. Мы хотим любви, гармоничных отношений, но в широком смысле, и денег, благополучия, признания. Вот две такие глобальные категории. Но есть ещё категории, например, здоровья, тоже отдельно всё равно люди приходят, когда психосоматические какие-то проявления. Ну, то есть, любви и денег там тоже хотят, просто это уже другого уровня. И отношения, и возможности. Две и собственной значимости. Нами движет недостаточность. Я думаю, что в этом есть смысл в нашей жизни. Мы рождаемся, получаем определённые травмы, ощущаем какую-то недостаточность, недостаточно хороша, недостаточно любима, недостаточно важна. И мы потом хотим это компенсировать во взрослой жизни, но кто-то разрешает своей недостаточности прижать себя и сидеть в углу и думать, я ничтожество, синдром самозванца, я ничего не значу, я страшная, там не умная, у меня ничего не получится. Всегда есть кто-то лучше. А есть те, кто боятся, дрожат, но вместе с этим синдромом, вместе с недостаточностью идут и компенсируют свою недостаточность в реальной жизни своими какими-то достижениями. Опять же, это вот про ту же самую смелость и про ту же самую недостаточность. Мы все боимся, мы все сомневаемся, у всех может не получиться, все лелеют свои травмы разной степени тяжести. Просто успешные люди, кто для вас, кажется, успешны, отличаются только тем, что несмотря на весь багаж, который есть у вас и у него, пошел, стал делать, прорабатывать. Это супер такой драйвовый выпуск пинок, если хотите. Мне очень нравится то, как мы начали. Так, всем привет еще раз. Вы знаете, как я отношусь к своей внешности бдительно. В целом, это, конечно, часть моего подхода к жизни и профессии. Я обожаю доверять профессионалам во всех областях. Моими волосами долгое время, 12 лет уже занимается один и тот же специалист, и именно она подбирает мне средства по уходу. Но это, что касается ухода в салоне. Но, также я склонна к экспериментам. И в последнее время, я знаю, что вы оценили мое наращивание, я экспериментирую с волосами, и исследую новые средства по уходу. А также я люблю поддерживать российские бренды. Именно поэтому выбрала для эксперимента бренд Капус. Капус – это профессиональная косметика для волос, лица, тела и ногтей. На рынке она уже более 20 лет. Я начала свое знакомство с брендом именно со средств для волос. Как вы видите, после использования шампуня и маски, а также термозащиты Капус, мои волосы шелковистые, классно держат укладку, и я остаюсь довольной. И, судя по вашим комментариям в соцсетях и на ютюбе, вы тоже обратили внимание на состояние моих волос. Спасибо вам большое за комплименты. Особенно я хочу порекомендовать вам лосьон для термозащиты волос, поскольку съемки у меня почти каждый день, а это значит, что утюжками, плойками, феном, естественно, я пользуюсь ежедневно, а иногда несколько раз в день. И это средство стало моей палочкой-вручалочкой. Равномерно распыляю его на волосы и затем сушу феном. Продукция Капус производится в европейских странах, в Италии, и в Испании, и в других по международным стандартам ISO. При этом она отличается доступными ценами. Приобрести косметику можно на официальном сайте, им я поделюсь с вами в описании к этому видео, и, конечно, на известных вам маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет и Вайлдберрис. Кроме средств для волос, Капус также предлагает косметику для лица, для депиляции, маникюра. А если вы любите покупать средства сразу для себя и для вашего любимого, обязательно перейдите на сайте в раздел «Косметика для мужчин». Итак, все ссылки в описании к этому видео. Рекомендация от души. Раз уж отношения и деньги это то, чего мы все хотим, этот выпуск отношениям решили посвятить, тем более у красивой женщины, у женщины реализованной в отношениях. Это очень трогательно было. Ты приехал на съемки, тебя сопровождал твой мужчина. Всегда приятно это смотреть. То есть, ты реализована как профессионал, ты, конечно, умеешь сама вызывать такси, можно встретить, договориться, помощники и так далее, но это показатель того, насколько гармоничны ваши отношения. То есть, это не сапожник без сапог. Мы решили так нашу беседу построить, взять такие рэперные точки, какие-то категории женщин, у нас канал женский, у которых есть определенные категории проблем. То есть, это легко систематизировать. И вот деловой сезон, школьный сезон начался, и мы подумали, что логично начать с синдромом гиперматери. Потому что я каждый раз с удивлением наблюдаю, как ничтожно малое количество девчонок адекватно, спокойно готовятся к школе, что-то там не успели, там как-то доделывают, кому-то делегируют, у кого дети повзрослеют, сам справишься. И как в середине августа начинают бурлить родительские чаты, они уже начинают кипишить и психовать, тебя нервировать условно. Гипермать, что это за явление, почему оно так стелено в нашей стране, мы немножко за кадром с тобой этот разговор начали, но давайте разберемся, что в отношениях у таких женщин происходит и как им помочь. Потому что таких много, я бы даже сказала нас, я так отстроилась, но у меня признаки гиперматери тоже есть. У меня у самого эти признаки гиперматери, раньше они были толстые, крупные, шли впереди меня, сейчас они уже, конечно, поменьшены, и в том числе вот про моего мужчину, я все могу сама, естественно, но тогда мужчине в отношениях нет места. Один из признаков гиперматери, одно из свойств, это то, что она выталкивает мужчину из отношений. Она его выталкивает либо совсем, и тогда, если мужчина слабый, он заводит любовницу, если сильный, он просто уходит из этой семьи. Если совсем слабый, он превращается в сына. Это про то, что мы все можем сами, и мы это показываем. И когда я начала прорабатывать гипермать, которая испортила мой первый брак, ну там как бы по кастрюльке была и крышечка, мы однозначно совпали по травам, я ему зачем-то была нужна за какими-то уроками, он мне тоже зачем-то был нужен. Но сам факт, сейчас... Кастрюлька, мне нравится метафора этой семьи. Да, то есть, это про то, что никогда нет одного виновата. Крышечка, она всегда, в общем, соответствует кастрюльке. Даже в жестком абьюзе всегда зачем-то жертве нужен этот жесткий абьюз. Так вот, оглядываясь назад, я понимаю, что там было. Там была вот эта гипермать, которая все всегда везде сама может, которая хватается за все, даже если не надо. Даже если что-то можно поручить ребенку, мужу, что-то вообще можно не делать или не делать на отлично. Нет, нужно за все схватиться и нужно в конце концов устать больше всех. А потом еще предъявить домашним. И предъявить, да, то есть получить орден и медаль я мученица, я стараюсь, я устаю. А вы не цените. А вы не цените. Выталкивание мужчины, хвататься за все, суета, не просто много четких действий, даже если они быстрые, а вот именно суета. Суета даже словесная. Обязательно нужно после этого, конечно же, надорваться и устать. И потом нужно предъявить, обвинить. То есть манипуляция чувством вины. Что стоит за манипуляцией чувством вины? Это желание власти на самом деле. То есть гипермать устает, чтобы властвовать, чтобы потом сказать, я заманалась, замучилась, я сделала то-то-то-то-то, а вы что? Люди чувствуют вину, и она над ними властна. То есть гипермать стремится все контролировать. Это снижает ее тревогу. На самом деле, гипермать, она случилась не от хорошей жизни, это не от того, что мы такие вредные, делать нам нечего, мы портим отношения, портим жизнь людям. Нет, это от огромной тревоги, от недолюбленности, от отсутствия самоценности. Я могу быть ценной, только если я переделала 100 тысяч дел за день, а сама по себе никакой ценности я не имею. Правильно? Да, я часто привожу такое сравнение. Вот есть колхозная лошадка, и она такая трудяга, и она, может быть, даже сдохнет на поле. Она обходится дешево, она работает с утра до вечера. А есть арабский скакон, лошадка, да, она всё переделала, она устала больше всех, а он такой, его почесали, его помыли, его покормили, не просто какие-то там смели что-то, да, и дали, там яблоки, морковь, витамины и так далее. На зелёном поле он поскакал, и он стоит дороже, он ценится дороже. Или вот ещё такая картинка, есть швабра, пароварка, стиралка в одном флаконе, всё полезное, всё функционирует, кучу пользы принесли. А есть бриллиант, такой бесполезный. Почему? Один из самых твёрдых минералов. Да. Ну вот, он режет стекло, я просто недавно ребёнку энциклопедию по минералам покупала, очень-очень полезный, очень полезный. Ну вот, как-то ценится. Это не про то, что нужно лечь на диван, на всех наплевать, превратиться в эгоиста, но должна быть золотая середина. Нужно просто уметь жить, а не выживать. Ведь одна из следующих важнейших характеристик гиперматери, это умение выживать. Она родилась после Второй мировой войны, гипермать. Она не зря появилась. И мы не только там в себе её как-то получили, в детстве мы её получили. То есть этот архетип был нужен для того, чтобы справиться с очень серьёзным вот этим историческим социальным контекстом. Очень нужен. Но сейчас, когда время изменилось, можно не действовать инертно. И вот, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что ты очень метко вот всё описываешь. Вы поняли, что гипермать, она сейчас проявилась, и мы все себя можем в ней узнать по, например, тому, как мы с детьми к школе готовимся, как мы активно там участвуем, как мы инициируем какие-то вещи, контролируем. Но это явление гораздо более широкое. Она гипермать и с мужчиной, она гипермать и на работе. Это просто образ жизни. Да, все вокруг ниже. Она всегда чуть выше или намного выше. Все вокруг дети. И все вокруг больше дети, даже если они дети. То есть, если взять этого же самого ребёнка, да, он ребёнок, но он может быть чуть взрослее. Ну, не надо так вот. Дай немного ответственности, дай человеку простор для действий, дай ему дышать, пусть он сам соображает, пусть он сам включает мозг. Не надо лезть в каждую дырку. Может быть, сократить контроль и дать человеку самостоятельность, потому что гипермать, она же препятствует сепарации. Она не даёт детям взрослеть. Она им косвенно портит жизнь, потому что невзрослый никогда не раскроется на полную катушку. Невзрослый никогда не достигнет своего пика. А как ему дать? Он уже понаделает ошибок, и муж понаделает недоделанный. Уже один раз доверили, что-то натворил. И эти там что-то, за всеми надо смотреть. Так путь человека, это путь ошибок в том числе. Это же опыт. Ошибка проанализированная, есть опыт. Нет ошибок, нет опыта. И ты до 50 можешь дуть своему ребёночку в попу, и в общем-то он так и не станет взрослым. И вот эти вот все несчастные гиперматери, которые контролируют, живут для кого-то и ради кого-то, а потом в старости требуют благодарности и не дают взрослым детям жить спокойно. Я заболела, мне скучно, приезжай, сколько вот женщин пишут, в директы постоянно жалуются и просят рекомендации, что делать, потому что на мне чувство вины, что я плохая дочь, я не могу уехать из страны, хотя я хочу. Мне делают очень крутое предложение, там открывается какой-то филиал, или у меня есть возможность, я хочу полететь, но моя мама говорит, бросаешь, да, вот так бросаешь, умру, будете знать. В общем, манипуляция чувством вины. И это страшно на самом деле. Один из следующих признаков свойств, она не умеет жить для себя, для себя свои интересы, свои хобби, свои друзья, своя простроенная жизнь. Вот она живет интересами семьи, а потом в старости, если вдруг еще и оказывается без пары, например, муж умирает или уходит, она оказывается в пустоте. А дети-то взрослые, они тоже уходят, а жизнь своя, она получается вот как пустой тазик, там ничего нет. Это страшно, это была несущая конструкция. Муж и дети, да, вынимаешь, и остается ничего. Может быть, немного расшифровать, чтобы было понятно. Вторая мировая, когда мужчины ушли, и женщины остались в тылу, и нужно было обеспечивать тыл, растить детей, крыть крышу, работать в колхозе. То есть, ты заменяла и женщину, и мужчину, и мать, и главу семьи, все на свете. Все потребности закрывала, тянула на себе и действительно выдерживала. И без гиперматеринского комплекса не выжила бы женщина. Женщина-женщина, естественно, не выжила. А рабский детский ком бы, в общем-то, там помер, или бриллиант бы куда-то закатился, завалился. Как раз это нужно было и необходимо. И потом, что произошло? Почему гипермать выталкивает мужчину? Первое, ее свойство выдержать, выжить, мобилизоваться, смочь, собраться. А второе, когда мужчина возвратился с войны, он очень часто уходил в алкоголь, потому что он не выдерживал того, что он пережил. Или он возвращался инвалидом, или он не возвращался вообще. И здесь, что мы видим? С одной стороны, выдерживание на грани просто, и с другой стороны, обида на мужчин. Так устроена наша психика, даже если была причина очень уважительной, оставил меня. Все равно внутри, если это долгий период, внутри рождается обида. Внутри рождается обида. Бросил, оставил, ушел, И вот эта обида на мужчин, что я одна, и мне было сложно. И если погиб, то вроде бы никаких претензий, а если вернулся и ушел, скрылся в алкоголизме от того, что пережил, не может выдерживать алкоголизм, это всегда про невыдерживание. Не выдерживает и ушел в бутылку, то там, конечно, вот эта обида просто в огромном размере, что я тебя ждала, я все это смогла, и я получила еще одного ребенка просто, который вернулся с войны, еще кто-то и мне буянит. И мы так устроены, мы как слоеный пирог, мы как Наполеон, у нас много коржей, мы это наше детство, до пяти лет самое важное, где такие сценарии формируют, самые важные. Мы это беременность мамы, мы это наша мама, мы это мамино детство, мы это наша бабушка, и бабушкино детство, и прабабушка. То есть, мы это тело рода, мы культурный код данной конкретной территории. Тысяча процентов. И когда мы начинаем работать над собой, мы очень часто обнаруживаем, что мы работаем не только за себя, за свое детство, мы еще работаем за того парня, как я называю. Вы работаете еще за того парня, не удивляйтесь, что у вас поднимаются какие-то новые слои. Это и ваши мамы, и ваши бабушки, и ваши прабабушки, все, что они пережили, все эти сложности, и вообще сложности культурного кода данной территории. Это не что, там что-то прошло или тучилось. Нет, оно все есть в нас, и оно влияет. Поэтому вот эта стойкая, крепкая гипермать, которая умеет выживать, чем она опасна сегодня? Там, где можно жить, она не умеет жить, она не умеет расслабляться. Она по привычке по инерции выживает. Она не умеет отдыхать, она не умеет просто быть и не суетиться, просто быть, просто сесть, просто смотреть. Люди сами справятся, люди сами справятся, у них есть мозг, с ними все в порядке. Нет, нужно срочно подскочить, нужно что-то, какие-то указания дать. Так вот, если жизнь прекрасна, она начинает ее портить, потому что она здесь не нужна и не важна. Она может ощутить несоответствие этой жизни. А я не соответствую, я не достойна. Я должна испортить жизнь, найти какой-то геморрой, найти проблему. А потом решать эту проблему. И когда я решаю, я нужная, важная, я справляюсь, я таким образом постоянно поддерживаю свою самооценку. И получается замкнутый круг. Даже если жизнь улучшается с помощью наших титанических усилий, мы начинаем получать огромную тревогу. А вдруг эти деньги пропадут, а их кто-то отберет. Или вот этот такой прекрасный мужчина, блин, нет, что-то где-то собака порылась, он обязательно сменит меня на другую. Есть кто-то лучше, изменит. Там еще что-то. Нет, не может быть все так хорошо. Ну, просто не может быть. Вот это движимое тревогой, неосознанно, естественно, портим себе жизнь, портим эти отношения, выскакиваем из этих отношений, находим какого-то геморройного мужика. Вот с геморройным на своем месте все, да? Куча дел. Да, куча дел сразу появляется. И опять нужна, и опять важна, и опять на своем месте. Марина, целую все твои слова. Просто золотыми буквами их надо выбить. Девочки, мои хорошие, кто себя узнал? Вот прям комментарий для вас пишите. А в описании к этому видео мы прикрепили для вас тест на гипермать. Пожалуйста, пройдите его. Это настолько яркий, метафоричный рассказ, плюс проиллюстрированные последствия нашего такого поведения. Если у себя признаки заподозрили, тест забираете, проходите, осознаете, что да, проблема есть. И если в выживании, а не в наслаждении пребываете, очень здорово, приглашаем вас туда. Сейчас поговорим о том, как выйти из этого сценария. Но для начала всегда со всеми экспертами мы проговорим. То есть начинается всегда с осознания проблемы, с осознания этой задачи. Более того, ты немножко нас всех реабилитировала. Мы неизбежно стали такими, потому что очень многие события спрессовались и способствовали этому. Не могли мы родиться гедонистками, вот если родились вы на территории постсоветского пространства. Абсолютно исключено. Поэтому гедонизм это приобретенное. Если вы в ком-то его видите, знаете, что большая работа была проведена. И Марина про себя сказала, я про себя тоже самое могу сказать, как выдавливать раба из себя по капле, выдавливать гипермати из себя по капле. Вот наша задача. Забирайте тестирование. А прямо сейчас из того, что возможно на поверхности разобрать в рамках бесплатного эфира, как выйти из сценария гиперматери, если тем более он такой, прописанный буквально в нашем ДНК. Как ты правильно сказала, правильно поставленный диагноз, половина дела. То есть понимать, что с нами происходит, что в данный момент я делаю опять. Отслеживать это. Здесь нет ничего сложного, нет никаких космических расчетов. Самое главное, нужно отслеживать и заменять. Невозможно просто что-то вытащить и куда-то убрать, а нужно заменить. И на что мы заменяем? На женственность, конкретно вот в контексте отношений, например. У меня женственность, это тоже проработанная, и, как я говорю своим, мои уже знают, что это проработка моя на всю жизнь. Я не питаю иллюзий, что вот один на что-то проработал, и все. Нет, гипермать, она, блин, имеет такой корень, поэтому за ней нужен постоянно глаз да глаз. Постоянно внутри должен быть наблюдатель, который отслеживает, Она не дремлет, и ждет момента вырваться до свободы. Да, она не дремлет. Она качалась, вот просто все прошлое, столетие, вот в это еще переползла. А женственность, она слабенькая, она нуждается в поддержке. Поэтому гипермать, условно говоря, вытаскиваем, женственность заменяем. Это та же самая, вот как я могу сама, но тогда мужчине нет места на территории отношений, особенно сегодня, когда физическая сила уже потеряла свое значение. Один из распространенных протестов, ну мужики, они же такие слабые пошли, они такие слабые, как им там, что доверять, или что там, да они там, блин. Они не слабые, но у них действительно снизился тестостерон. И сама природа, это сделала. Сама эволюция. Если примерно 100 лет назад у них было 800 тестостерона, то сегодня у них 250. Это в 2,5 раза меньше. Потому что сегодня не надо ходить с голыми руками на медведя. Не надо вот это вот все тягать, строить. И чтобы мужчина мог спокойно существовать. Прогресс, в том числе, технический. Да, спокойно существовать в квартире и не перебить всех. Да, да, да. Потому что тестостерон, это гнев, это энергия. Куда ее девать? Да, берегись. Сама природа взяла и сняла. Но женщинам-то она его добавила, да, и мы сегодня немножко усредняемся. Да. Опять же, мы сами хотим прав и свобод. Мы не хотим сидеть без паспорта, без собственного банковского счета, без образования. Без права голоса. Без права голоса. Конечно, конечно. Мы сами чувствуем, что у нас есть творческая энергия. Нам неинтересно просто что-то, там, церковь, кухня, дети. Нам интересно что-то создавать. Нам интересно влиять, получать признание. Нам интересно мочь. Поэтому это обратная сторона медали. Если бы у мужчин было столько же тестостерона, хрен бы нам кто-то дал эти права. Так бы мы и сидели. Поэтому жаловаться на то, что они все-таки слабые. Они не слабые. Но мы действительно уравниваемся. Другое дело, что мы можем окончательно задвинуть его в сына или напугать, и он просто уйдет из отношений. Либо пойдет где-то подпитываться с женственной женщиной. Либо мы можем там, где не нужна эта сила, отключать ее. А зачем, если я все могу сама? Я говорю, да я могу все сама, и сексом могу сама позаниматься. Ну, если уж надо, пошло. Ну, зачем мне это? Я считаю, что я написала гениальную фразу. Я тут писала пост. Такое слово неправильно. Не про требования к мужчинам, просто в комментариях как тактовали. Не ожидание, а для чего нужен мужчина. И вот там были пункты. Это, конечно же, очень условный список. Я считаю себя достаточно умным и зрелым человеком. Поэтому там первый пункт любить мужчину и быть любимым мужчиной. Это я точно не могу сделать без него. И я хочу в том числе именно такой любви. Меня там любят дети, сотрудники, друзья, родители. Все замечательно. Ну, эту часть любви никто... А мою женщину, да. Конечно. Сотрудники мужчины любят. Да, не может заменить. И вот в конце вот этого короткого списка всего с четырех пунктов, здесь пункт принести арбуз целиком. Я умею покупать половинку, делать доставку. Ну, понятно же, что это метафора. Я написала, я все могу сама, но хочу вместе. Я могу все сама, а хочу вместе. И вот она прямо разлетелась. Девчонки забрались. Спасибо, что помогли сформулировать. Потому что мы, сильные, вменяемые, образованные женщины, конечно, вот эту развилку чувствуем. То есть, с одной стороны, тебе не хочется себе отказывать в удовольствии проживания своей качественной, профессиональной и других аспектов жизни. С другой стороны, ты не хочешь звенеть яйцами так, чтобы разбегались все вокруг. Тебе хочется там и ухаживание, и внимание, и нежности, и заботы. Поэтому, девочки, вот кому откликается фраза, можете меня еще раз похвалить в комментариях, если вам нравится. Нормально написала? Гениальная вообще фраза. Гениальная фраза. Специалист дипломированный подтверждает. Итак, я поняла, тебя, да, начали говорить про выход из сценариев, что мы замещаем вот эту гипермать женщиной, женственностью. Плюс мы же сами должны определить эти сферы где-то, когда ты на работе делаешь карьеру, движешься по этой лестнице, и это вертикальные, достаточно жесткие отношения. Не надо там, пожалуйста, дышать маткой, ходить в длинных юбках. Вот я такая женщина, и поэтому мне должны тут все уступить. Там ты оцениваешься как профи. Гендер твой не важен. Ты хороший сотрудник, лучший, чем все остальные тебя двигают. Это же ведь легко определить, где ты должна продолжать оставаться, быть сильной, контролирующей, лидирующей, перехватывающей где-то инициативу, а где это можно сбавлять. И нужно сбавлять. Сегодня сила женщины в ее гибкости. То есть работу вовремя оставить на работе. Закрывать двери офиса, оставляете там все, и мозги тоже, как я говорю. Мужчина – это логика, расчет. Женщина – это про чувствовать. Мужчина про мозг, мужская энергия, женщина про тело. Поэтому, выходя с работы, выключайте мозг, включайтесь в тело, включайтесь в движение, чувствуйте жизнь, чувствуйте себя, чувствуйте близких. Не думайте за них, они сами подумают, чувствуйте их. Потому что женщина – это эмоциональный центр семьи. И от этого никуда не деться. В силу вот этих многовековых обстоятельств, что женщина была зависима, она научилась калибровать эмоции. У нее фокус вот так размазан горизонтально. Она считывает, что с ребенком, кто не выспался, кого нужно обнять, кому какое слово сказать, а кому на путствие. Мужчина не способен на вот эти оттенки. У него тестостерон и кортизол, один смайлик на весь день. У женщин куча гормонов и куча смайликов. И она легко меняет настроение свое, и она очень легко влияет на настроение людей. Поэтому она эмоциональный центр семьи. И когда мама холодная, жесткая, приносит работу с работой, у меня тоже такое было. И я реально кайфовала в этой энергии. У меня получается, я расту, я масштабируюсь, я ощущаю свою мощь, я там ощущаю свой мозг. И я приношу этот мозг домой и начинаю там тоже. И в какой-то момент я почувствовала, что его энергия, либо она куда-то в обход меня пошла, либо она просто остановилась. Я помню, сижу, смотрю, мы выехали в отпуск, я сижу, смотрю на него, он тот же самый, он говорит те же самые хорошие слова. Но я ощутила пустоту вот прямо на уровне энергии. И я подумала, блин, что-то между нами пропало. Мы такие сидим, два друга насним. Я думаю, блин, не, надо что-то менять. Два классных парня. Да, что-то не то. Хотя одна из ловушек, мы кайфуем, у нас на работе получается в этой энергии, блин, я прихожу домой, я тоже там хочу продолжать. Но в конце концов на долгосрочном периоде наступает, я устала больше всех. Потому что природу ты не обманешь. Женщина хочет чувствовать, женщина хочет расслабления. И вот это напряжение на работе дома, напряжение, 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 мозг, 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 мозг. В конце концов начинается усталость, начинается психосоматика, начинается выгорание, начинается, а зачем мне он, я без него всё могу, начинается обесценивание. Поэтому силы женщины в её гибкости, а роскошь в разнообразии в её стратегии. То есть уметь на работе быть собранной, думать, не руководствовать своими эмоциями. Дома наоборот, выдыхать, расслабляться, чувствовать, обнимать, любить, целовать, понимать, принимать, быть нежной, доброй. Гениально гибкость плюс разнообразие стратегии. Всё понятно? В конце выпуска мы ещё поговорим у тебя есть крутой курс с говорящим названием «Идеальные отношения». Заинтересованы, смотрите, до конца расскажем и кому подходит, и какие задачи решает, и как обратиться к следующему сценарию. Перейдём, такой тоже блок вопросов из наблюдений, за комментариями, их тоже видим. И таких сценариев в жизни полно. У вас по-любому есть такая подруга и не одна, вероятно. Вот мы поговорили про гипермать, у которой либо мужчина ушёл, потому что она его выдавила, либо завёл любовницу, потому что там есть женщина, либо превратился в сына. Супер. Но она хотя бы его захомутала, и он как-то там присутствует. Есть другая категория женщин. Это девчонки, которые жалуются на то, что они никак не могут выйти замуж. То есть отношения такие-сякие в какой-то форме есть, но никогда не доходят до предложения. Помнишь, как в «Самая Вайтлин привлекательная» «Как будто бы меня зовут? Ведь никто, никто с усаночкой не предлагал мне выйти замуж». Почему это происходит? Тут какие сценарии женщина реализует в жизни, что ей мешает, потому что, как мы уже говорили, это не мужики-козлы, конечно же, хотя, может быть, такие тоже попадались. Это какой-то обоюдный процесс. Кто-то, может быть, кто был готов, но не решился, чем отпугивает. Вот не могу довести до ЗАРСа. Вот такая проблема. Разные причины, конечно же, есть. Если мы посмотрим на вот этот самый гиперматеринский комплекс, то молодость, она сильна гормонами. У природы есть цель свести нас и размножить. И размножить, да. И даже самая гипермать, гиперматеринская всея там перемать, даже самая давящая, всё равно найдёт какую-то свою неполовинчатую половинку, и, в общем-то, всё получится. Когда гормоны уходят, гормональная привлекательность спадает, вот здесь как раз и обнажаются пружины, если они торчат. Поэтому здесь нужно смотреть на возраст женщины. Если это молодая девушка, если сильны гормоны и замуж не предлагают или даже не знакомятся, то, скорее всего, это негативный опыт. Либо её негативный опыт это сексуальное, либо сексуализированное насилие, когда вроде бы насилия не было, но были какие-то неприятные вещи, которые потом многими обесцениваются. Ой, да ладно, подумаешь, там, потрогали, подумаешь, напугали, подумаешь, ничего-то не произошло. На самом деле, для нашей психики произошло. И она боится мужчин, боится отношений. То есть, она подсознательно всё равно избегает сценария близости отношений. Да. Одна часть её мозга, сознание говорит, логично, мы уже взрослые, мы хотим отношений, мы хотим близости, теплоты, нежности, мы хотим детей, мы хотим семью. А другая часть мозга, которая намного сильнее, автоматический мозг, который заботится о нашем выживании и тщательно записывает все страшные события, фиксирует и потом не подпускает нас туда, его задача оставить нас в живых. Нищими, больными, бедными, одинокими. Вся луха, релайф, как я называю в шутку, она в нашем сознании. Наше сознание намного слабее автоматического мозга. Автоматический мозг единственная цель, чтобы ты выжила, и чем дольше ты живёшь, тем круче я, и я, в общем-то, достигаю своей цели. Поэтому, если первый опыт какой-то мужчина, собственный отец пугал, может быть, бил мать, смотрела, на этот опыт отношений, видела, что там, что за трэш творится, автоматически мозг всё записал и сказал, блин, ты, конечно, хозяйка будешь искать, но мы будем искать так, что мы никого не найдём. Надевает, как я говорю, шапку-невидимку. Шапку-невидимку, когда женщина закрыта, она даёт сигнал, я закрыта, пошли нафиг, не подходите ко мне, мне отношения не нужны. А сознание, блин, ну почему никто не подходит, ну почему, ну вроде, ну что со мной не так, ну что со мной не так. То есть, как правило, в молодом возрасте это негативный опыт, это страх. Если мы берём более зрелый возраст, например, женщина развелась, вышла из отношений, блин, что такое, никто не знакомится или кто-то знакомится, два-три свидания и потом не приглашают, слетают, то, как правило, это всё-таки гипермать, она же жертва, страдалица, мученица, выживальщица. И опять же, если хоть какого, лишь бы был, ходит под себя, не ходит, то, в общем-то, но если у женщины есть требования определённые, она сама чего-то достигла, уже умеет делать какие-то деньги, обзавелась каким-то имуществом, она не хочет просто под себя не ходит, она хочет мужчину тоже амбициозного, состоявшегося. Состоявшемуся не нужна мать, блин, у него мать уже есть, ему не нужно совместно платить с кем-то ипотеку, он не будет хвататься тоже за какую-то возможность, вот и никому не нужен, тут хоть какая-то хозяйка будет кто-то ждать. У самостоятельных, амбициозных, у них свои требования, они тоже люди, и они хотят женщину, мужчина не хочет мужчину на своей территории, мужчина не хочет, мать-мать у него уже есть, как говорит мой, слава богу, мать одна, слава богу, что одна, мужчина так, одной вот так, просто достаточно. В мужской энергии застряло, в рабочей энергии, достижения, да, и вот она транслирует эти достижения, а это уже доказано, наличие поля сердца, если раньше это относилось к области эзотерики, есть какая-то энергия, которую никто не видел, предчувствие, что она как-то влияет, сейчас уже доказано, что мы распространяем, и чем сильнее, плотнее наш фокус, концентрация, чем сильнее работает мозг, чем порядочнее порядок в голове, как я называю, чем чище жест, тем сильнее и плотнее поле мы распространяем. Поэтому все, что у нас в голове, человек своей энергии чувствует, поэтому и не приближается. Вот она может говорить, я езжу в места, где есть мужчины, которые мне нужны, я отдыхаю, я хожу в рестораны, в общем-то, я везде среди мужчин, но никто не подходит. Чем занимаетесь, какой бизнес? Ой, блин, бизнес, занимаюсь, то, все, пятое, десятое. Я говорю, ну все, мужская энергия. Мужчина раз что-то и почувствовал плотное, мужское, мужское, все, он не приближается, ему неинтересно, ему не нужен мужчина, он сам мужчина. Либо раз-раз, а там гипермач, жертва, выживальщица, страдальщица, ой, блин, тоже нахрен надо, короче, да, хочется. Сегодня отношения для чего? Отношения для чего, дорогие зрители? Для счастья и радости, если когда-то они создавались, для выживания, для лишней руки рабочей, в конце концов, так надо, не выйдешь замуж, там, в общем-то. Дефективные. Позорный позор, да. Сегодня отношения создаются для счастья и радости. И человек сразу, приближаясь, тестирует, счастье и радость здесь будет? Или здесь будет? Да, я даже говорю, для приумножения счастья и радости. То есть взрослая ответственность, меня быть счастливой, быть радостной, благодарной творцу за бесценный дар жизни. Правильно? Вне зависимости от того, что там случилось, потому что, как это, дерьмо случается, крылатое выражение. Вот. А союза для приумножения этого всего. Тоже гениальная франция. Берем его радость, берем свою радость, они где-то пересекаются, где-то они отдельно, и вы приумножаете. У вас стало больше, чем было по отдельности. Вот это равновеликий союз классных людей. Понятно, что мы сейчас с тобой рисуем идеальную картину, но к ней все равно можно прийти через труд, через работу сердца, разума души. Это не невозможно. И люди достигают это кто-то там. В первом браке это практически исключительные случаи. Во втором, в третьем, в четвертом, ну, неважно. Сейчас так складывается мир. Приходят психологи и говорят, да, у меня был первый, мы не говорим неудачный брак, потому что это опыт, который обнажил... Первый брак комом. Да. Обнажил наши ошибки, обнажил наши травмы. Мы учил. Мы друг друга как-то там потерпевтировали удачно или неудачно, разошлись, сделали выводы, как разумные люди, и пошли дальше. Поэтому нет никакого там клейма или позора. Все можно проработать, тем более с профессионалами. Вот почему интервью о психологии всегда востребовано у нас. Ну, люди благодарны времени, в котором мы живем, поняли необходимость. И это действительно панацея в каком-то смысле. Я знаю людей, которые никогда не обращались к психологу, потом все-таки признали эту необходимость, обратились. Ну, это просто другая жизнь. И другие люди, и всем стало со всеми легко. Просто доверьтесь. Если вы вдруг сомневались, то пусть это видео станет последней каплей вашей решимости стать ментально здоровыми и взрослыми людьми. Еще один тип женщин, вот если мы говорим про тех девочек, которые не могут построить отношения, выдавливая мужчину, так или иначе, подсознательно избегая. И ты уже упоминала, то есть есть такие гиперматери, которые всех организуют за все ответственно. И есть обратная, получается, такая сторона, супер жертвенные, на все соглашающиеся, которые вот плохонький да свой какой-нибудь, бьет, бьет, это мой крест, буду терпеть. Уже подрастающие дети говорят, зачем ты это делаешь? Ради вас. Мы не просили, мы это как слава вообще видеть не можем уже. Он тебя мучает. Столько историй, ты не представляешь, писем приходят, на канал не принято обсуждать, что папа, мама убил 20 лет, мы закрывались в кладовке, там это все смотрели, слушали. Это травмированные, жутко люди, которые всю жизнь потом занимаются тем, что восстанавливают себя, потому что эти матери терпели все, что ни в коем случае нельзя терпеть. Вот откуда вот эта жертвенность, то же, чем она обусловлена в таком тотальном количестве? Очень много домашнего насилия и очень много домашнего насилия незаявленного, необнаженного. Живут десятилетиями с этими мужчинами. Что делать? Может быть, ты сейчас скажешь, что ничего, раз он ее бьет до полусмерти, она не уходит, но вряд ли тут, знаешь, видяшка из Ютьюба сейчас ставит мозги на место. Женщины-жертвы, которые согласны на любые условия внутри брака. Да, там могут быть опять те же самые гиперматери, просто вот уже с сильным акцентом на жертву, а могут быть вообще сломлены жертва-жертва, где она даже не имеет права голоса. В общем-то, с сильным абьюзером сосуществует долгое время. Так вот, если мы возьмем вторую категорию, чтобы сразу обсудить, это, как правило, все из детства. Если родители били, родители издевались, если там папа слова не давал ни маме, ни детям, она не знает просто другой модели. И когда я лично общалась с такими женщинами, когда был семинар у нас в Москве, вот она подходит после и спрашивает, а Марина, вот это абьюз, вот он то, то и там обижает, там молчать, деньгами манипулирует и так далее, угрожает. Я вот не понимаю до сих пор, это абьюз. Я говорю, ну, конечно, это абьюз, это же насилие, это насилие, в том числе экономическая манипуляция деньгами, в том числе моральное, унижение, оскорбление, уже не говоря о физическом, там все ясно. И опять повторяет, ну, он же вроде хороший, он же вроде отец, он вроде, а какое у вас было детство? Ну, вот детство такое было, били, унижали. Для нее все эти рассказы, что есть мужчина, который заботится и дает тебе высказаться, это где-то в интернетах показывают каких-то, блин, на других планетах, это какие-то инстаграмные истории, а нам простым женщинам, ну, типа, наверное, в каждой семье такое происходит, но просто об этом не принято говорить. И когда ты рассказываешь, что это другая реальность и просто орешь в это ухо глухое, иногда работает, а вот эта самая девушка, которая лично подходила, она через несколько лет писала, говорит, Марина, я ушла из этих отношений, я сейчас уже свою голову восстанавливаю, я понимаю, какой это был ужас, я просто не понимала, что это ужас. Там с этой категорией понятно, это было жесткое детство, они не знают другой реальности. А вторая категория, вот эта гипермать, которая может быть и не совсем тряпкой, и не слабой, и у нее могут быть личные деньги, и работа есть, есть куда пойти, да не то, что она там 10 детей, и работы нет, образование тоже есть, нечего, в общем-то. Я хорошая, это дешевый способ быть ценной на фоне вот этого падшего, ужасного, который бьет, обижает, унижает, а я страдаю, и, в общем-то, я уже заслужила право на жизнь. Да, я святая, я хорошая, то есть это такой дешевый, быстрый способ быть лучше. Смотрите, какое говно рядом с собой я терплю. Вот настолько я хорошая. Да, я терплю. Какие-то другие уровни, там же надо постараться, и там будет счет на табло. Ты вот выйди из этого брака, ты создай новый, а тебе скажут, ага, ты разрушила, значит, не сберегла отношения, ну и что ты, а сейчас ты одна. И вот она представляет этот ужас. Мама скажет, соседи скажут, подруги скажут, ты умная, значит, что захотела. Нормальный мужик, что ты жалуешься, работает, придумали. Психологов они насмотрелись тебе. Нужна смелость, потому что если сразу не получится, то вот эта вот выдержка, выдержать вот этот путь, когда ты наводишь порядок в голове, когда ты выстраиваешь новые отношения, это же нужно еще уметь выдержать, уметь выдержать окружение, которое не всегда поддерживающее, очень часто обвиняющее. Если женщина гипермать, то у нее и мать гипер-гипермать. И мать ей будет говорить, что ты вот это, напридумывали они, значит. Я тебе говорила, не разводись, не надо. Ну, подумаешь, может быть, ты сама его доводишь. Так что на самом деле это страх, как это сказать культурно, облажаться, страх, не прийти к нужному результату и быть осмеянной, и быть закритикованной, и столкнуться лицом к лицу со своим «я не смогла», значит, я недостойна. Страшно, страшно, и сидят в этих отношениях. Вообще мне нравится подбор даже твоих слов. В общем, девочки, все, кому не понравилась наша беседа, вот вы первые, значит, клиенты, пациенты там в разбор и так далее, потому что, ну, это уже давно известно, то, что тебя вот модное слово сейчас стригерило, разбалансировало тебя, заставило заволноваться, заставило там нажать паузу, что она несет, да что она говорит, да это вообще не так. Неистово защищать свое несчастье, свою позицию, свою слабость, свою бесхарактерность. А дети? Да, а ради детей? Да, да. А ради детей? Сразу те, кто обеспокоен детьми, является ли развод травмой? Конечно. Является ли жизнь с абьюзером травмой? Даже не с абьюзером, а с родителями, которые не любят друг друга. Это является большей травмой, чем развод. То есть и той, и другой является травмой. Мы лишь говорим о степени тяжести этих травм. И второй момент, очень важный, особенно если вы воспитываете дочерей, что есть отношения для них? Это когда родители не любят друг друга, не разговаривают. Или папа обижает маму, а она терпит, и она находит такого же или хуже. Это называется сценарий в острой фазе. То есть маму, например, мог не бить, а ее мужчина уже будет бить. Тело рода, да, и вот настигла болезнь в обострении. И вот то же самое сценарий в острой фазе настиг. Вот и пожалуйста. То есть вроде бы хотели уберечь. У детей должен быть папа. У них и так есть папа, он никуда не делся. Папа, кто-то же, в общем-то, поучаствовал, папа есть. Но вот эта вот модель отношений. Отношение равно несчастье, отношение равно игнора, отношение равно оскорбление, отношение равно насилие. Это на самом деле страшная модель. А другой они не знают. Вот момент Х. Значит, комментарии. Вы можете, естественно, делиться любыми своими осознаниями. Все, что думаете по теме эфира, пишите, и это будет приятно. Это важно. Но если вы хотите, вот у нас следующий выпуск будет про деньги. Мы же говорим о деньгах, отношениях, но основные такие запросы. Обязательно поговорим про финансовую составляющую, реализованность. А третий выпуск нашего интервью, за каналом по этому следите, будьте подписаны, мы с Мариной сделаем вместе с нашими зрительницами. Это будет разбор их запросов. Кстати, как мы собирали наших героинь через телеграм-канал YouTube журнала «Женщины». По QR-коду можете туда перейти. И в ссылке, который в описании находится, тоже он будет. Потому что на YouTube нереально выбрать. Это там всегда тысячи комментариев. Это более такой ламповый способ. Поэтому на наш телеграм подпишитесь. А вот сейчас все, кто смотрит этот выпуск, вы можете стать тоже героинями разбора, только онлайн. Если у вас есть какой-то запрос по отношениям, может быть, его не было, но вы поняли, что-то обнажилось в процессе нашей беседы, пожалуйста, пишите свою историю. То есть не просто «хочу на разбор», более развернуто, какой у вас запрос, какая проблема, что вы поняли, вам нужно проработать. Пишите в комментариях и не забудьте добавить приписку «хочу на онлайн-разбор к Марине Велес». И одну из вас, то есть это будет выбор, не рандомный, услышьте, нужно содержательный комментарий, максимально точный запрос написать. И Марина вместе с командой выберут, одну девушку, которую возьмут на онлайн-разбор. Я считаю, что это королевский, просто судьбоносный подарок, поэтому воспользуйтесь им, пожалуйста. И, как мы уже условились с тобой поговорить, у тебя есть программа «Идеальные отношения». Для кого она? Только ли она для одиночек? Может быть, она рекомендована тем, кто только что вышел из брака или отношений? Либо она подходит тем, кто в паре? Пожалуйста, рассказывай, приглашай. Она подходит абсолютно всем, потому что там базой является проработка самых распространённых травм. Выбрали не меня, травма отвергнутого, я неценная, я недостойная, я нелюбимая. И так же, как гипермать, это касается каждой из нас. Поэтому это база вообще для здоровой психики. И эта база влияет в том числе и на деньги, и на карьеру, и на самопознание, на любовь к себе. То есть абсолютно на всё. Первый раздел у нас базовый, мы прорабатываем травмы. Второй раздел – это мужчина. Кто же это за зверь, что с ним, что у него в голове. И третий раздел – это отношения. Как же строить коммуникацию, что такое отношения, что такое дофаминовая любовь, влюблённость, что такое любовь, как переживать измены, что делать, если вы изменили, что делать, если вам изменили. Если у вас есть желание разрушить брак, стоит ли, да или нет, мы там это рассматриваем, в каком случае это может являться всё-таки ошибкой. И такое тоже бывает. Конечно, конечно. Поэтому я бы рекомендовала вообще всем, даже если хорошие отношения. Кто заинтересован в гармоничных отношениях. Да, чтобы это продолжалось ещё 500 лет. Класс. Чтобы вы не испортили, потому что у нас талант портить. Мы же хотим выжить, засуетиться, принести пользу. Поэтому нужно напакостить и потом начать всё это восстанавливать. В описании к этому видео будет ссылка с сайтом, то вы сможете перейти, почитать, потому что потоки два раза в год стартуют. То есть, если вдруг вы наше видео увидели, не успели, не смогли по финансовым соображениям, вы просто знаете, что такая программа есть. Идёте в следующий поток. Идёте в следующий поток, присоединяйтесь. Также QR-код на вашем экране видите, можете по нему перейти. Если с ноутбука нас смотрите, это будет удобно сделать. Сразу тоже всю информацию прочитать, сориентироваться по срокам, ценам, по тем тематикам, которые разбираются. Ну, это действительно то, что точно не испортит вашу жизнь. А, естественно, её улучшит, потому что нет константы. Никогда нет фиксированной ситуации. Я достигла ментального идеала, он его достиг, и мы теперь вот в этом состоянии продолжаем наше взаимное движение по жизни. Конечно же, это действительно работа, но благодаря таким профессионалам можно сделать эту работу, во-первых, максимально приятной, а во-вторых, максимально эффективной. Поэтому идеальные отношения от Марины с твоим подходом, мне кажется, это то, что нужно. Дорогая, я тебя благодарю. Ты вот воплощаешь в себе те самые две крайности, которые соединились и сделали вот это золотое сечение в супер гармонию. С одной стороны, ты достаточно жесткая, достаточно там категоричная, очень конкретная в своих суждениях, чувствуется профессионализм, опыт без лишних сантиментов. С другой стороны, красивая, женственная, мягкая там, где нужно, то, к чему мы, собственно, и стремимся, ищи этот баланс. Я тебя благодарю за твою концепцию жизни, за твой профессионализм, которым ты решила поделиться на нашем канале. Увидимся в следующем выпуске, посчитаем денежки. Спасибо огромное, было очень приятно, было очень интересно. Я и мои программы стоим на службе ваших целей. Ты такой немножечко фэшн-маньяк. Обожаю одеваться. Мне, ну, с твоей фигурой вообще нужно везде вот так вот в прозрачной кофте. Голой просто ходить, конечно. Зачем? Перегибать пространство и бороться с пространством. Да, да, нет, нет. Ну, все, это же вопрос денег просто. Это не вопрос денег, это вопрос насмотренности. Понятно, но насмотренность очень редко в бедности появляется. Украшение делать мы навязали. Мне уже все равно, что она хочет, потому что она настолько инфантильность себя ведет, что я просто готова ее использовать. А в гости можно к тебе? Нет, там беспорядок. Отлично, нам это и нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok